МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сенсация в мировой науке". Запущенный после остановки большой адронный коллайдер установил рекорд, разогнав протоны до скорости света. К декабрю 2012-го исследователи готовы завершить эксперимент и воссоздать условия большого взрыва, который создал нашу Вселенную. Человечество впервые за всю историю получит доступ к технологии сотворения мира. Что даст нам это знание? Одни ученые обещают небывалый прорыв в развитии человечества, другие предрекают гибель всего живого. Это схема детекторов и ускорителей Большого адронного коллайдера. Это прозвучит невероятно, но похожую схему обнаружили британские археологи на стене подземного тоннеля, ведущего в большой зал храмового комплекса Камбоджи. Этой стене как минимум одна тысяча лет. Неужели древние знали даже это? Меня зовут Анна Чапна. И я начинаю расследование. Человечество создали для рабской жизни. Как люди стали лишь ресурсом для развития древних цивилизаций. Человечество создавалось, ну, как обслуживающий персонал. Сверхразумная жизнь прямо у нас под ногами. В наших скалах до сих пор скрываются тролли. Коллайдер смерти. Машина уничтожения человечества запущена. До часа икс остались считанные дни. 2012 год покажет, кто победит в этой битве. Кто встанет на сторону человечества? О чем просят богов жрецы племени Майя, шаманы и ламы? Ход в параллельные миры открыт только для избранных. Что скрывают от нас экстрасенсы? Предупреждаю, это не для слабонервных. Уникальный эксперимент программы «Тайны мира». Впервые в эфире мы выйдем на связь с параллельным миром. Я раскрою все тайны. Существование тайных цивилизаций доказано наукой. Они древнее, разумнее и могущественнее человеческой. Загадочный мир, о котором мы даже не подозревали, находится совсем рядом, под землей. Мы в буквальном смысле ходим по нему ногами. Ученые сделали поразительное открытие. На глубине нескольких метров и даже километров прямо под нами находятся огромные города. Их объединяет сеть невероятных по протяженности тоннелей, по которым можно добраться в любую точку земного шара. Древним удалось, давным-давно удалось сделать то, о чем мы только-только мечтаем. Ну, например, о тоннеле под Беринговым проливом, о тоннеле, соединяющем разные континенты. Если разрезать землю пополам словно яблоко, мы увидим, что она представляет собой настоящую микросхему. Сотни, тысячи и даже десятки тысяч километров тоннелей буквально пронизывают все внутренности планеты. Они проходят не только под поверхностью островов и континентов, но даже под дном Мирового океана. Россия, Турция, Эквадор, Южная Австралия, США, Новая Зеландия, Мексика. Вот далеко не полный список стран, где зафиксированы признаки жизни подземной цивилизации. Это невероятно, но сегодня уфологи уверены, известные всем НЛО появляются вовсе не из космоса. Это транспорт подземных жителей. Исследователи уверены, они перемещаются внутри Земли по тоннелям на летающих тарелках. Вот тарелки, которые летают и которые все видят, я думаю, это прежде всего тарелки с подземного мира. Только вот мы никак не можем найти вот такой огромный вход, куда бы тарелка влетала. Потому что тарелки эти созданы уже тем уровнем. Откуда же на Земле появилась эта таинственная цивилизация? Почему ее представители не выходят с нами на связь? И какие планы подземные существа строят относительно будущего всего человечества? Программа тайны мира отправляется на поиски древнейшей цивилизации. Эти цивилизации, естественно, никуда не делись. Они находятся рядом с нами, просто в нашу деятельность, в нашу жизнь они не вмешиваются. В основном, конечно, они находятся под землей. Гиперборея – легендарная северная страна. Факт ее существования записан в священных книгах большинства народов мира. Гиперборейцы умели управлять силами природы и передвигаться по воздуху на кораблях, которые мы и сегодня называем НЛО. Древние люди считали гиперборейцев богами, пришельцами с небес и создавали о них мифы. 12 тысяч лет назад на севере Земли существовал континент Гиперборея. Ее жители – результат генетического эксперимента инопланетных сверхцивилизаций. Гиперборейцы владели невероятными технологиями и высшими знаниями. В загадочной северной стране никогда не было плохой погоды. Гиперборейцы управлялись стихиями и не боялись природных катаклизмов. Они не знали болезней и слабостей возраста. Жрецы древней цивилизации обладали даром предвидения, умели обходиться без пищи и останавливали губительные эпидемии в других странах. Так что же вынудило этих сверхсуществ исчезнуть с лица Земли? Начали наступать льды, начало холодать. И комфортные условия перестали быть обычными условиями для гиперборейцев. А гиперборея, она территориально располагалась в районе нашего Кульского полуострова. Вероятнее всего, в этом следует винить инопланетное вмешательство. Ученые считают, что причиной гибели древней цивилизации стало падение огромного метеорита. Гиперборейцы сумели выжить, но им пришлось искать новое место жительства. Они там не погибнут. Они под землей изолированы. У них прекрасные технические сооружения, которые им позволят уцелеть в случае любого катаклизма. Тайные знания не спасли гиперборею от глобальной катастрофы, в результате которой ее жителям пришлось осваивать новую среду обитания. Исследователи считают, что все это привело к расколу древней цивилизации. Одна ее часть стала поклоняться Солнцу, а другая – Земле. Сторонники света ушли на Южный полюс. Сторонники тьмы начали осваивать недра нашей планеты. Это стало началом тысячелетнего противостояния, которое продолжается по сей день. Подземная сеть галерей и тоннелей растягивается на сотни и тысячи километров. Вся планета окутана ими, словно сетью. В этих огромных мегаполисах нет света, но есть жизнь. Можно не сомневаться. Площадь и население подземных городов намного больше того, что создало человечество за всю историю своего существования. Ростовская область. В недрах Земли – древняя система лабиринтов. Местные жители утверждают, что подземелья хранят страшные тайны. Практически все, кто там побывал, рассказывали о встречах с настоящими призраками. Когда выключаешь свет, в темном месте начинает материализоваться, потихоньку-потихоньку, продолговатый такой. И потом, ну, кто как видит. Кто-то видит женский облик, кто-то видит просто какая-то, ну, вертикальная, типа веретено, белый облик такой интересный. Он перемещается время от времени. Таинственная сущность из потустороннего мира не вступает в контакт с человеком. По свидетельствам очевидцев, ее появлению часто предшествуют необъяснимые в катакомбах звуки. Но самое удивительное – многим удалось заснять призрака подземного мира на фотопленку. Независимо, на цифровом или на пленочном фотоаппарате, практически на всех фотографиях есть такие белесые какие-то пятна. Корреспонденты программы «Тайны мира» решили удостовериться в существовании призрака. Вот эти кадры. Неужели очевидцы правы? И в подземелье действительно существует некая форма жизни, отличная человеческой и живущая здесь тысячелетия. Смотрите далее. Загадки подземного строительства. Тоннели между континентами прокладывают шаровые молнии. Кто-то провел термическую обработку тоннеля изнутри. Подземный город в Турции построили феи и тролли. Местные жители уверены – герои мифов и легенд до сих пор прячутся в пещерах. А в наших скалах до сих пор скрываются тролли. Где живет чуть белоглазая? Мы нашли людей, которые встречались и разговаривали с подземными жителями. У них глаза-то есть, но сетчатка белого цвета. Параллельный мир посылает сигналы человечеству. Нам удалось не только записать, но и расшифровать звуки из подземелья. Я раскрою все тайны. Исследователи разных стран узнают о таинственной цивилизации все больше подробностей. Ученые НАСА обнаружили целую систему подземных городов, которые располагаются на всех континентах. Один из самых загадочных лабиринтов находится в Турции – город Каймаклы. Прямо под ним находится еще один город – подземный. По непонятным причинам жители его покинули. И только этим можно объяснить тот факт, что сюда смогли попасть люди. Подземный город состоит из нескольких ярусов и растягивается под землей на десятки километров. Здесь есть все необходимое для полноценной жизни. Местные жители уверены – в лабиринтах и сегодня прячутся мифические создания. Говорят, что этот пещерный город построили феи, а в наших скалах до сих пор скрываются тролли. Древние архитекторы продумали все до мелочей. Поразительно, но система вентиляции работает до сих пор. Это значит, что на заре развития человеческих цивилизаций кто-то строил современные и совершенные города под толщей земли. При этом в Турции находится лишь часть гигантской сети тоннелей, которые проходят через весь Анатолийский полуостров. Водоподземный мир, их я видел, честно говоря, во время экспедиции очень много. Особенно остров Пасхи. Это дырявая земля. Это Алтай. Это Монголия. Это, по сути дела, входы в подземный мир. Россия. Пензенская область. Ученые открыли здесь подземный город, построенный тысячелетия назад. Людям он достался по наследству, и они стали использовать его как священное место для богослужений. Однако строили его гораздо раньше и с иными целями. Палеологи, которые исследовали эти пещеры, сказали, что им более полутора тысячи лет. И они существовали задолго до появления здесь первых монахов. Подземный город в Наровчате до сих пор не исследован полностью. Первые три яруса пещер – это около 630 метров, уходящих на глубину 14-этажного дома. Но спелеологи уверены, что существуют четвертый и пятый ярусы. Однако пока проникнуть туда не удалось. Среди местных жителей ходят легенды, что в самых недрах земли до сих пор прячутся таинственные представители древней цивилизации. В начале нашей эры появился загадочный народ, как в народе современно говорят, чуть голубоглазые. Как мы смотрели кельи, которые небольшие кельи, это подтверждает. На разных континентах подземных жителей называют по-разному. Чуть белоглазая, шарашуты, гномы, лепреконы. Но суть неизменна. Это одни и те же сущности, которые в прошлом были гиперборейцами. Они живут в земляных норах. И раз в несколько лет приходят и забирают детей, чтобы воспитать из них шаманов. Росту они небольшого, где-то метр двадцать, метр тридцать. Также и чуть белоглазые. Вот у нас люди приезжали в прошлый год с Алтая. Они видели там, как из пещер выходили люди, у которых белые глаза. Подтверждение тому удивительные артефакты, найденные исследователями пещер. При расчистке пещер мы нашли много фигурок. Что-то похожее, может быть, и на лошадку, но обилие рогов. Обилие какой-то, не обилие рогов, а несколько рогов. И потом какие-то рога все такие, немножко что-то... Но не встречается среди животных нашего времени. Возможно, и такие животные жили в данном пещерном комплексе. По преданиям и свидетельствам уже современных очевидцев, в полнолуние из-под земли доносятся неясные звуки и брецание железа. С точки зрения местных жителей, под их ногами существует царство волшебников, духов, которых нельзя гневить. Иначе быть беде. А это Волгоградская область. 15 километров от города Жирновска. Медведицкая гряда. Цепь холмов высотой 200-300 метров. Находится на месте уникального тектонического разлома. В России это одна из самых мощных и непредсказуемых аномальных зон. Медведицкая гряда Волгоградской области. Это перекресток, в котором сходятся тоннели из разных регионов. Исследователи полагают, отсюда можно попасть не только на Кавказ и в Крым, но и в северные регионы России, на Новую Землю и даже в Северную Америку. Склон бешеных молний – уникальный и необъяснимый участок Медведицкой гряды. Это место буквально притягивает к себе шаровые молнии. За многие годы экспедиции мы заметили, что на одной и той же высоте, обычно это в пределах от полуметра до трех метров, очень часто летают шаровые молнии. Летают по одним и тем же линиям, ну, плюс-минус несколько метров в сторону. Исследователи экспедиции «Космопоиск» пришли к парадоксальным выводам. Вопреки всем законам физики, шаровые молнии возникают не в воздухе, они появляются из-под земли. Каждый раз это происходит в строго определенном месте – над двумя подземными пещерами, которые расположены параллельно друг другу на небольшой глубине. Ученым удалось установить – пещеры около 20 метров в диаметре и имеют абсолютно гладкие и ровные стены. Ровные молнии, летая вдоль одной и той же прямой, выжигая, каждый из этих объектов выжигая по чуть-чуть, может быть, по одному кубометру грунта, но за тысячелетия, естественно, такой скоординированной работы может появиться вполне приличной и высоты, и длины, и ширины пустота. Исследователи составили карту подземной сети тоннелей. Во время раскопок было сделано удивительное открытие – сооружение правильной геометрической формы. Природа такие объекты не создает. Это значит, что пещеры рукотворного происхождения. Но кто и зачем их построил? С помощью каких технологий? Очевидно, что подземные сооружения были созданы древней цивилизацией. И, скорее всего, они используются до сих пор. Сегодня Андрей Рогов – заместитель генерального директора в Институте человека и машинных систем. А 30 лет назад он был искателем приключений и своими глазами видел существ, которых сегодня мы называем жителями подземелья. Неожиданная встреча произошла во время экспедиции в Новый Иерусалимский монастырь. Прямо под ним расположена сеть тоннелей, которые и были объектом внимания исследователей. Под землей экспедиция натолкнулась на людей. У них глаза-то есть, но сетчатка белого цвета. И поэтому стороннему наблюдателю кажется, что у них нет зрачков. Мы обратили внимание, что они закрывают глаза капюшоном, и мы посмотрели, что под капюшоном. И там, скажем так, просто вместо глаз один белок. Таинственные существа с белыми зрачками мысленно намекнули. Спускаться глубже не стоит. Члены экспедиции прислушались к безмолвному совету. Возможно, это спасло их жизнь. Съемочная группа программы Тайны мира исследует одну из подмосковных каменоломен. Два века назад здесь добывали строительный материал для белокаменной Москвы. Подземный лабиринт тянется на 18 километров на глубине десятков метров. Многие годы входы в пещеры были замурованы. Их открыли спелеологи-любители лишь в конце 80-х прошлого века. С тех пор подземелья стали местом паломничества для ценителей острых ощущений. Бывают какие-то шумы непонятные. Иногда что-то как будто какое-то свечение видишь, хотя там вроде никого быть не должно. Но, ну да, бывают такие ситуации. Корреспонденты программы записывают звуки подземелий на радиочастоте ультракоротких волн. Приемник под землей не принимает. Эфир свободен. Давайте я запишу. В подобных условиях некоторым исследователям удавалось сделать уникальные записи голосов потустороннего мира. В науке это явление называется белый шум или феномен электронного голоса. Вы действительно можете вызвать человека с того света и услышать его голос. Но предупреждаю, это не для слабонервных. Удастся ли корреспондентам проникнуть в тайну подземной цивилизации? Для расшифровки полученной записи мы обратились к исследователю аномальных явлений Андрею Сафронову. Говорят на неизвестном языке, как будто перешептывание, какой-то диалог или многоголосье. То есть это можно себе представить, как будто толпа, каждый разговаривает сам с собой, перебивают друг друга. Ну вот там как будто два раза выскакивало английское слово «респонс». Второй раз. О чем говорили подземные жители и кому предназначалось это послание? Возможно, они обращались к нам, обитателям потустороннего для них мира. Или же мы вторглись на их частную территорию и услышали личные переговоры? Ученым еще предстоит ответить на этот вопрос. Смотрите далее. Жители подземелья толкают людей на самоубийство. Голос ему приказывал броситься в канал. Дороги смерти. Почему именно в Центральной России больше всего проклятых мест? Я очнулся только тогда, когда машина буквально прямо на бордюре лежала. И оружие внеземного происхождения. Дата запуска. Декабрь этого года. Он способен уничтожить все живое на земле. Я раскрою все тайны. Загадочный подземный мир, как магнит, притягивает к себе искателей приключений и первооткрывателей. Но все попытки проникнуть в чужую тайну смертельно опасны. Из темного царства нет возврата. Люди исчезают в подземных лабиринтах. Те, кто смог выбраться, уверены. Подземные соседи используют человечество в качестве рабов. Исследователи утверждают, аномальные зоны на земле подземного происхождения – это порталы для входа в параллельный мир. Но как они работают, известно только их создателям. Для людей двери в подземелье несут смертельную опасность. Мы научились находить геопатогенные зоны, но не можем объяснить принцип их действия. Более того, нахождение в таком месте небезопасно. Санкт-Петербург. Набережная обводного канала. Жителям северной столицы она известна как набережная самоубийц. Это место с давних времен считалось проклятым. Именно там раскопали и докопались до гранитных плит с какими-то совершенно странными символами на них. Под этими плитами оказались кости скелетов. То есть это было человеческое захоронение такое там странное. А когда расшифровали, оказалось, что это руническое письмо. И сказано там было, что на этом месте с помощью достаточно тяжелых магических обрядов убит и похоронен колдун. Исследователи уверены – место для захоронения было выбрано не случайно. Здесь находится мощная геопатогенная зона. Колдуна похоронили по древнему обряду, заточив злой дух под землей. Советские ученые вскрыли могилу и тем самым сняли мистическую печать. Сразу после этого набережную реки охватила эпидемия самоубийств. Кто-то говорил, что их толкнули в канал, но при этом утверждали, что рядом никого не было. Кто-то говорил, что голос, но не откуда-то голос, а какой-то голос внутри головы, но не своя мысль, ему приказывал броситься в канал и приказывал так, что ослушаться было невозможно. Что же действительно происходит на набережной самоубийц? И кому принадлежат таинственные голоса, толкающие людей на суицид? Ученые утверждают, что в городе на Неве таких аномальных мест более чем достаточно. Есть дом у нас в Петербурге, в котором на первом этаже люди болеют какой-то ужасной экзотической аллергией. Больше нигде такой нет. А вот, допустим, в фивах древних было место, где прорицательница как встанет на какое-то место, начинает прорицать. Сейчас понятно, что в этом месте выходил какой-то газ, который на ее мозг каким-то образом действовал. Где находятся аномальные зоны, как они работают и какой силой обладают, мы даже не догадываемся. Там, где автомобильная трасса проходит над разломом земной коры, и происходит самое страшное ДТП. Машины вдруг становятся неуправляемыми и не слушаются даже самых опытных водителей. Невидимая сила словно поднимает автомобиль над землей, а затем оббрасывает в сторону. Такие автотрассы называют дорогами смерти. Они есть в каждой стране и на всех континентах. Каждый год они уносят тысячи жизней. Но причины аварий не могут объяснить ни участники ДТП, ни очевидцы, ни правоохранительные органы. Было определенное место не на перекрестке дорог, никаких там даже поворотов нет в этом месте, никаких нет холмов. Совершенно ровная улица. И на этом месте умудрялись машины сталкиваться в лобовую. Один раз вообще вверх ногами машина перевернулась кверху колесами. То есть это просто фантастика на ровном месте, вроде там человек не гнал, там сбивали людей. Влад Иванов работает таксистом в Москве почти 20 лет. Он знает о дорогах столицы практически все. Короткие пути, опасные участки и места, куда лучше вообще не заезжать. Одно из таких – Лефортовский туннель. По этому тоннелю я вообще ездить не люблю. Так обычно объезжаю, а тут торопился. Навигатор показывает, что самый оптимальный вариант – проехать через тоннель. Ну, я и поехал. Автомобилисты называют этот отрезок пути тоннелем смерти. Практически каждый день на одном и том же месте здесь случаются необъяснимые ДТП. Апрель 2012 года. 22 часа по московскому времени. Что произошло в туннеле смерти в те несколько минут? Влад Иванов не может объяснить до сих пор. Буквально на какую-то секунду у меня отключается память. И очнулся я только тогда, когда машина буквально прямо на бордюре лежала. Так что же происходит в проклятом тоннеле на третьем транспортном кольце Москвы? Специалист по биолокации Александр Русинов уверен – человеческий фактор здесь ни при чем. Причина аномалий кроется в разломе земной коры. Эксперты называют такие места геопатогенной зоной. Мы въехали в зону, где получается начинается вращение, вот такое левостороннее вращение рамки. Она начинает ускоряться, да? То есть интенсивность зоны, которую мы пресекаем, она возросла. Значительно возросла. Именно в этом месте тоннеля и происходит наибольшее число необъяснимых дорожно-транспортных происшествий. По мнению Александра Русинова, здесь на водителей влияют мистические силы. И противостоять им практически невозможно. Водители верят или не верят, хотят тому или не хотят, но они могут попасть под воздействие вот этой активной зоны и на долю секунды, на мгновение потерять контроль над дорогой. Все, и получается аварий. Исследователи предостерегают. Столкнуться с инфернальными сущностями можно где угодно. Потомки гиперборейцев среди нас. Например, стоя в очереди, вы можете ощутить резкую слабость или прилив крови к голове. Или вдруг начинается озноб. Это признаки энергетического воздействия на человека. Подобное влияние может оказаться смертельным. Ведь обитатели подземного мира нуждаются в наших жизненных силах и распределяют их на свое усмотрение. Одним дарят жизнь, у других собирают. Подземные жители контактируют с людьми, но в одностороннем порядке и в своих интересах. Исследователи всерьез полагают, что тайная цивилизация использует человечество как сырьевой ресурс для получения энергии. Из нас буквально выкачивают жизненные силы. Маги, знахари, целители, людей, которые обладают тайными силами, называют по-разному. Но все они утверждают, что могут вступать в контакт с представителями параллельных миров. Наше пребывание здесь временно. Там мы можем остаться навсегда. Прежде чем вы будете общаться с потусторонним миром, вы должны помнить, что оттуда вы можете не вернуться. Откуда у обычных людей появляются сверхъестественные способности? Почему вход в параллельные миры открыт только для избранных? В это трудно поверить, но с помощью посредников жители подземелья влияют на сознание всего человечества. Это проникновение достаточно опасно для обычного человека, потому что это грозит определенными состояниями психического нарушения эмоций, чувств. К сожалению, люди неподготовленные могут сойти с ума. Разрабатывая свой коварный план по захвату мира, подземные жители используют энергию Солнца и людей через своих агентов на Земле. Эти агенты – целители и маги. Под благовидным предлогом помочь вылечиться, вернуть любовь и прочее, адепты подземных жителей забирают у людей энергию и отдают своим хозяевам. Сущности, которые общаются с нами в нашей повседневной реальности, если мы общаемся с параллельным миром, они забирают у нас наш магнетизм. Это называется магнетическая сила. Экстрасенс утверждает, обитателям подземелий не хватает энергии. Именно поэтому был создан Большой адронный коллайдер – самое масштабное изобретение человечества. Его цель – создание нереального сгустка энергии, нужного для дальнейших научных исследований. Его работа способствует увеличению геопатогенных зон на Земле. Когда коллайдер запустят на полную мощность, от этой энергии заработает вся микросхема подземных лабиринтов. Конечно, строительство велось не без участия подземных цивилизаций, они в этом тоже заинтересованы. Это звучало бы как ничем не обоснованная фантазия, если бы не одно «но». Самый мощный в истории ускоритель элементарных частиц расположен на границе Швейцарии и Франции. Запущен в 2008 году. В его 27-километровом кольце пытаются сталкивать пучки протонов, разогнанных до скорости света. Предполагается, что это позволит получить новую информацию о частицах и силах, действующих в космосе, а также воспроизвести условия, которые возникли сразу после большого взрыва, породившего Вселенную. Как надеются физики, устройство, на создание которого ушло 14 лет и 8 миллиардов долларов, даст достоверную информацию о происхождении Вселенной. Однако части следователей уверены, он способен уничтожить все живое на Земле. Ученые мечтают о том, что коллайдер сможет предоставить им доступ к главной тайне человечества – сотворению мира. Так это или нет, пока не ясно. Зато негативные последствия уникального открытия человечество уже ощутило на себе в полной мере. В 2009 году американцы Луис Санчо и Уолтер Вагнер обратились в Федеральный суд с требованием приостановить подготовку Большого адронного коллайдера к запуску, чтобы избежать возникновения опасных для существования мира объектов. В 2012-м число сомневающихся в безопасности коллайдера увеличилось, и это не случайно. Извержение вулкана Эйя-Фьятла-Юкудль, аномальная жара 2010 года, мощные вспышки на Солнце, немотивированная агрессия у людей – вот лишь неполный список последствий запуска коллайдера. Известно, что вращающееся магнитное поле в определенных режимах может служить чем? К телепартическим тоннелям. Неизвестно, что при выходе на определенные максимальные режимы коллайдера, понимаете, там и телевизуется в центре этого объекта. Столкновение частиц в Большом Адронном коллайдере должно породить энергию, силу которой невозможно представить. Атомный взрыв по сравнению с этой мощью – обычная хлопушка. Ученые доказали – работа устройства уже привела к увеличению геопатогенных зон на Земле. Пока это лишь предположение, но запуск аппарата на полную мощность может стать концом всего живого. Смотрите далее. Тайный обряд потомков гиперборейцев. В эфире нашей программы мы выйдем на связь с параллельным миром. О чем просят небесных богов жрецы племени Майя, шаманы и ламы? Древние атланты и сегодня охраняют человечество от вторжения подземных цивилизаций. Все атланты смотрят в пространство, в разные стороны. Я раскрою все тайны. Одна из древнейших легенд повествует о том, что гиперборейцы разделились на два враждующих клана. Одни навсегда ушли под землю поклоняться тьме, другие стали почитать энергию солнца. Солнце поклонники не выпустят наверх приверженцев тьмы, гласит предание, и всегда будут защищать людей. Это прозвучит невероятно, но в наши дни находится все больше подтверждений тому, что древняя легенда основана на реальных событиях. Более того, описанное в ней незримое противостояние продолжается и в наши дни. Из поколения в поколение среди избранных адептов культа Солнца передавались тайные знания. Только благодаря им на планете до сих пор существует человеческая цивилизация. Это Мексика, великий город Тула. Его тайну ученые пытаются раскрыть уже на протяжении нескольких столетий. Наиболее известным сооружением является пирамида утренней звезды. На ее платформе стоит уникальная группа огромных каменных воинов. Это атланты. По преданию, в древности они держали крышу храма. Вес каждой из скульптур около восьми тонн. Если верить легенде, храм построили представители исчезнувшей цивилизации Тальтеки. Сегодня бы их назвали солнцепоклонниками. Очевидно, что они владели какой-то магической технологией при создании этих огромных скульптур. Изомар из древнего рода великих жрецов. Она хранитель тайных знаний и умеет контактировать с представителями параллельных миров. Священный танец племени Майя. В ритуал посвящены избранные. Изомар впервые исполняет его на камеру специально для нашей программы. ИЗОМАР сейчас обращается к Богу Солнца с просьбой о здоровье и мире. И этот танец имеет настоящую чудодейственную силу. Один из главных богов, которым поклонялись Итальтеки и Майя, Кецалькоатль. В переводе на русский – пернатый змей. Именно он помог древним в творении великих и загадочных скульптур атлантов. Кецалькоатль – главное божество, символ соединения вековечной мудрости с красотой и светом, владыка стихий, бог утренней звезды. Он жил в Туле, а гигантские атланты, близнецы, поклонялись ему. В правой руке атланты держат предмет, похожий на пистолет и по виду очень напоминающий бластеры из фантастических фильмов. Неужели гигантские инопланетные воины и сегодня охраняют человечество от вторжения подземных цивилизаций? Их высота около 4 метров и считается, что выше был потолок. Все атланты смотрят в пространство, в разные стороны. Кстати, сама пирамида, на которой стоят атланты, напоминает космический корабль. Не зря этих воинов называют космическими путешественниками во времени. Если верить древним легендам, божественные знания солнцепоклонников сосредоточены на Тибете. Доступ на многие вершины до сих пор закрыт для большинства людей. Ведь сила, сосредоточенная в этих местах, не поддается логическому объяснению. Именно она позволяет сдерживать прорыв темной цивилизации. Противостояние потомков гиперборейцев подходит к своему логическому завершению. Тайное оружие жителей подземелья, большой адронный коллайдер, заработает на полную мощность в конце декабря 2012 года. Неужели эти дни станут последними в нашей истории? И пророчество о грядущем апокалипсисе сбудется. 2012 год покажет, кто победит в этой битве. Подземные цивилизации? Или таинственные адепты культа Солнца? И кому из них вершить судьбу человечества? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА